Время Воркута «Когда идешь, смотри под ноги», – гласит старинная русская поговорка. Жителям этого общежития с мыслью об этом приходится жить постоянно. Особенно, когда они выходят из своих комнат в общий коридор. Полы здесь местами в буквальном смысле отсутствуют. В дырке глубиной сантиметров по 20-30 уже провалилась не одна человеческая нога. Неудобно выносить ребенку с коляской. Конечно, замаскировали, там венолем постелили, но тем более эту дырку сейчас не видно. Я постоянно там проваливаюсь. Вчера я плашмя чуть с ребенком не упала. Жильцы не раз обращались к коммунальщикам с просьбой отремонтировать полы. Однако мер принято не было. Пытались сами хоть как-то своими силами залатать дыры. Бесполезно. Другие обитатели общаги, местные крысы, всячески препятствуют этому. Год назад мы поселили вот эту тонкую фанеру. Но так как у нас крысы, они просто ее скрызают. Это тонкая защита, они не важны. Дополнительную сложность в прохождении коридора доставляет темнота. На десятки метров светит только одна единственная лампочка. Жильцы и рады бы вкрутить дополнительные. Да говорят, просто некуда. Больше патронов нет. Надо сказать, что в таких условиях плохо живется только людям. А вот крысы и комары здесь чувствуют себя хорошо. Чем не рай для насекомых и грызунов, когда тебя окружает грибок, который уже поел все стены в душевой и на кухне, и влажность, навечно поселившаяся в этих местах. КОНЕЦ Все раскуплены давно Хотелось бы напомнить два закона физики. Закон номер один. Снег и лед при плюсовой температуре превращаются в воду. Закон номер два. Это закон всемирного тяготения. Вот эти два простых закона объясняют нам, почему вода с крыши проникает во внутрь жилища. Это с точки зрения физики. А вот почему это происходит с точки зрения ЖКХ? Непонятно. То ли коммунальщики неправильные, то ли крыши, то ли... Рассуждения могут быть разными, а результат один. Дома с тазиками, зонтиками и грязными обоями. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает лёд, и сердце тает, и даже петь в апрельский день берёзкой снова стать мечтает. Пенсионерка Фаина Акиндиновна с прихода весны потеряла покой и сон. Её вновь захлёстнули чувства. И прежде всего одно – чувства обиды. В июле прошлого года она сделала в квартире ремонт. А сейчас с потолка льётся вода. Везде тазы я только выливаю и успеваю воду выливать. Хозяйка квартиры живёт в старой четырёхэтажке на самом верхнем этаже. Оказывается, проблемы с крыши начались давно. Когда сильный дождик был, осенью уже потекло. Я ходила, жаловалась. Они говорят, сделаем. А сейчас снег, и опять ходила. И жалобы у меня есть, которые писала. Несколько жалоб я себе оставляю. И вот ничего не делают. Зимой родник под крышу замёрз. И вот опять. Вода она, как известно, везде дорогу найдёт. И на кухне, и в комнате. Хорошо, хоть на диване течёт спим. Везде и на кресло, и везде потихоньку капает. Но нервы пенсионерки на пределе. Я уже написала в жалобе, в тот раз ещё написала. Я говорю, мне составьте акт, я подаю в суд. Я говорю, у меня есть кто ремонт, я у меня есть, кому я заплатила деньги. И вот это всё видно, что свежий ремонт. Фаина Акиндиновна снова звонит в свою управляющую компанию. Здравствуйте, мне, пожалуйста, Хусейна Алимовича разрешите? Нет его на месте крыши нет. Ну, видите, я никак не могу его поймать. У меня же течёт, я телевидение пригласила. Я уже разговариваю. На крышах чистит директора крыши. Ну, а что мне делать? А мне что сделать? Просить работу и бежать его искать? На какой крышу он хлеб чистит? Бегать и искать не надо. Можно позвонить. Мы ведь живём в 21 веке. Но после такого звонка хочется, чтобы было как в прошлом. У нас управдом, друг человека. На сегодня это всё. Встретимся уже в понедельник в 19.00 на телеканале Юрган. Если у вас есть темы сюжетов или интересное видео, то присылайте по электронной почте на адрес бремя-собачка-яндекс.ру. Или звоните круглосуточно по телефону редакции 516320. Не забывайте телефон редакции в Воркуте. 8 912 174 42 52. Я нереальный ведущий. Всем желаю реальных успехов. Пока.